Если мы коснемся вопроса строительства памятника, нового памятника на площади Конституции, то нужно, в общем-то, рассматривать все это с такой точки зрения. Да, нынешний памятник, который там установлен, он не подходит для этой площади и вообще не вписывается в историческую среду, так же, как и любой другой, который там будет стоять. Мое мнение, значит, учитывать такие факторы. Вот, допустим, предположим, что вы экскурсовод, вы проводите экскурсию. С одной стороны, вы находитесь на территории старой, как бы, крепости города Харькова, вот. Рассказываете о Покровском монастыре, собственно говоря, о самом старом каменном здании города Харькова. Опять же, о коллегиуме, который там был, вот, в здании, там, первого полковника, не первого, но полковника Харьковского полка Федора Григорьевича Донеза Харжевского. Вот. Опять же, если повернуетесь в другую сторону, вы увидите ряд банков, которые отражают, так называемый, Харьковский модерн начала 20-го столетия. Поэтому, как бы, логично, убрав старый памятник, либо оставить эту площадь без ничего, чтобы было удобно, как бы, рассматривать, с одной стороны, монастырь, с другой стороны, эти банки. Вот. С другой стороны, можно было бы подумать о каком-то уже, ну, конкретно, историческом, реальном событии, которое связано с городом и непосредственно с его основанием. Скажем, на сегодняшний день Харьковский частный музей городской усадьбы занимается прежде всего первыми годами существования нашего города. Эта работа предполагалась быть изданной за счет бюджета в этом году, но, поскольку, я так понимаю, бюджета нет, и вряд ли он будет, мы все-таки на свой страх и риск документы эти собираем, и на сегодняшний день у нас вырисовывается следующая картина. Первый документ, который отражает земельные, как бы, исторические моменты по Харькову, это, значит, межевая книга города Чугуева. Поскольку Чугуев появился раньше Харькова, это понятно. И все земли, которые были до междуречия Харькова и Лопани, принадлежали городу Чугуева. Все, что выше, принадлежало Белгородскому поместному полку. Где-то в районе 1646-47 годов, почему в районе, потому что документы не имеют там точной датировки, появляется так называемый хутор Белгородского Николаевского монастыря. Этот хутор был заселен только в летние месяцы, то есть с весны до осени, где проживали работники монастыря, или экономические крестьяне, можно так назвать, под руководством священника из этого монастыря. Первый священник, который упоминается, Иван, только в 1653 году, первое о нем упоминание. Но до этого, кто руководил этими работниками, неизвестно. То есть на этом месте, где по сути сейчас хотят ставить памятник, был хутор Белгородского Николаевского монастыря и конкретно известное имя одного из священников, который был как минимум с 1653 года. С другой стороны, 1655 год, первый документ, который описывает всех харьковских черкас, и атаман этих черкас, Иван Кривошлык. То, что там поставили памятник коню, это никак не отражает основание города. Поэтому логично было бы поставить хотя бы бюст первому атаману, который, в общем-то, привел сюда людей. То есть атаману Ивану Кривошлыку. Как бы там ни было, многие люди могут приводить другие там примеры. Скажем, на Иване Каркаче настаивал Дмитрий Иванович Боголей, однако же ни в одном документе Иван Каркач, как осадчий, как атаман харьковский черкас, не упоминается. Этот же документ официальный. С другой стороны, если мы говорим о Покровском монастыре, Покровская церковь была построена как домовая церковь харьковским полковником Григорием Ерофеевичем Донец-Захаржевским. Это человек, который прошел путь от рядового казака, был десятником, был сотником, будучи сотником, проявил отвагу, организаторские способности, участвовал во многих сражениях, отбивал слобожан у татар, в частности под Золочевым и так далее. То есть, как бы личность легендарная, это полковник Харьковского слободского казачьего полка, который своими поступками, своими удачными действиями, а также лояльностью к московскому правительству, фактически сделал Харьков центром слободского казачества. То есть, отсюда происходило управление еще четырьмя полками – Изюмским, Острогорским, Ахтырским, Сумским. Это позволило в будущем Харькову стать центром наместничества, а до этого еще и в Слободско-Украинской губернии, в будущем Харьковской. То есть, этому человеку мы многим обязаны, по сути. И, кроме того, Григорий Ерофеевич Данис Захаржевский построил первый каменный дом в городе Харькове-Жилой, который, будучи перестроенным следующим полковником и бригадиром слободских полков Шадловским, превратился в Харьковский коллегиум. То есть, это первое высшее учебное заведение на территории Левобережной Украины. Ну и, наконец, все-таки Григорий Ерофеевич Данис Захаржевский – это основатель Куришского монастыря. По сути, его вклады были наиболее значительными. И, кроме этого, он еще является, по сути, издателем или меценатом, который издал первую книгу, где упоминается город Харьков. Конечно, в связи с родом Данис Захаржевских, но это книга «Богатый сад». Она была издана в Киеве в 1707 году за его средства. Кроме того, у него были, конечно, и масса других духовных подвигов, включая то, что он ушел в Куришский монастырь простым монахом. Вот, как видится мне, как бы логичная фигура, самый логичный момент, которому человеку можно было там поставить памятник, если мы говорим о памятнике. Если же хочется вложить деньги более значительные, ну, в конце концов, мы можем посмотреть, что после 1709 года Харьковская крепость расширилась, и по территории, где непосредственно стоит установлен нынешний памятник, проходила крепостная стена. Можно поставить кусок деревянной стены, в конце концов, если так хочется. Тем более, есть бесхозные пушки, которые как бы просто стоят, неизвестно для чего и от чего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...